всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала с вами нейт мы продолжаем проходить игру outlast но я чувствую уже скоро конец будет потому что это уже совсем что то пошло происходнее ну чтож лифт уехал без нас пойдемте в неизведанное сменим батарейку капец к его ледяная пещера капец конечно у него пальцы наверно они уже давно в них проникла инфекция в таком-то месте наверно у него скоро он скоро без рук останется 5 пентаграммы какие-то речи за фигня это уже больше напоминает какой-нибудь там нечто или еще чё-нибудь такое гордыня мудрости ой не то из личных записей доктора вернике франкенштейн или современный прометей мэри шелли анонимно опубликован в восемнадцатом году выдержки из главы 23 вот человек стари вскричал я как невежествен ты в гордыне мудрости своей остановись ибо ты не знаешь ты о чем говоришь я покинул дом чувство беспокойства и гнев и удалился поразмышлять о некоем ином способе действий похода не вали видах project это значок вали вида кто-то тут конечность растерял они наверно думали что выпустили это теперь не знаю что делать так туннели уху как тут все хорошо то побило всех покруче чем в каком-нибудь half-life и размотала просто в край эту дверь мы естественно не откроем какая-то она слишком уж неприступная на вид тоже морфогеник энджин чемберс пофиг как все плохо то вы гляньте как всех раскидала просто так документы так посмертный вариант чудо вскрытие тело весь ниже следующий материал следует пересмотреть и преобразовать приведя записи к соответствию требованиям корпорации мерков автор дженнифер рованд заметки мая 14 вскрытие пациента проекта вали видер показывает не больше признаков успешности терапии чем все прочие наблюдаются некоторые успехи в клеточной миграции морфогенезисе включая эффекты напоминающий человеческий гормон роста но ничего похожего на создание разумного независимо неразумного независимого создан со существующего роя то есть они чё создавали такой коллективный разум что ли так устало неуверенно в своих выводах подам еще одно заявление об уходе психологическая цена работы с настолько безнадежными пациентами слишком высока не думаю что мне это по плечу советую возлагать поменьше надежд на обширные теории для хвады ряхова нацисты перейти к использованию более простого механического устройства основанного на протеине господи блин нацист этом вернике что ли но типа доктор менгеле определенно советую более жесткие фармакологические ограничения пациент 921 был убит службы безопасности мерка после того как преодолел действие транквилизатора в которых бы хватило на целую хоккейную команду боюсь что гормональная терапия плохо сочетается с нашими фармакологическими ограничителями ну да она права с такой работает как не свихнуться капец кто-то внутренности растерял конкретно это уже напоминает реально нечто еще что-либо подобное такие вот научно-фантастические выход научно-фантастические такие туннели прикольно уже не просто ужастик а научная фантастика поперла немного напоминает code fusion помните такую мы в антихоррор проходили выход как близко и как далеко так туда видимо идти не следует пока раздают уйдем сюда так тут открыты холодильники морфогеник энджин морфы но система морфогенеза ну я бы вам объяснил что это такое но я сам не знаю хотя вроде по физике у меня 5 но это слишком так или в реакции темно тут мы явно не проходим так тут наверно мы встретимся с вали видером опять ну что окей точнее так надо как-то вот высосал нашу душу он экстрасенс походу мы свихнулись все-таки да мы свихнулись загрузка ну надо бежать обратно так куда дальше вопрос двери насколько я понимаю закрывать нет смысла о ого спасибо вали вида давай 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 пей эту скотину поросеночек тебя сейчас как свиньи давай 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 молодцом спасибо вали вида какой-то веке ты мне удружил заметки смерть солдата значит так встретил ты свою смерть разорваны изнутри в клочья глядя как твой мозг стекает по бетонной стене из одного ада тебе сбежать удалось крис локер надеюсь ты не угодил в какой-то другой а ну это крис был да вали видах ты просто молодец ой ого м поломала просто афи есть вот а ты живой это швырники и миссия нас миссия зачарован и а он как этот стивен хокинг ученый инвалид а да уж я вижу какой у вас успех все погибли просто остальные сошли с ума с с у с у у у у пил пил офис на с с у 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 и а или пили это вот и вали видах В этом месте, где он живет, ты должен его убить. Тот же туалет, та же столовка, еще туалет. Капец, тут всех раскидало, капец. Сегодня день капец у меня будет. Так, тут нам ловить нечего. Так, мы оттуда? Не, мы оттуда. Ой, опять ты. Так, походу надо бежать. Это ты Билли, что ли? Я думал, это тот чувак Билли. Не, тот Крис, вот. А это Билли. Ну, закрывать дверь нет смысла. Под чёрт. Куда, куда? Фиг. Документ. Боги и чудовище. Записка для всего персонала от консультанта Рудольфа Вернике. Не обожествляйте Рой и не позвольте бреду пациентов влиять на ваши собственные убеждения. Всякое разумное существо, порождённое данной технологией, будет настолько превосходить вас, что иллюзия его божественности может показаться вполне обоснованной. Мы всегда всматривали в хаос и называли его богом. Теперь мы обладаем такой силой, что подобные верования могут нас уничтожить. Не поддавайтесь искушению, не забывайте, что вы учёные. Ой. Да вообще ни в чём не уверен здесь. О, хе-хе, обе. Хотел закрыть, открыл обе двери. Так. Типа, заходите гости дорогие. Тупик. Ого. Ого. Это чё за инопланетные технологии? Вот это я уже... Вот это я понимаю. Чё это за фигня? У меня нет слов. Чё это такое? Это похоже на систему из... Ого. Чё за психодел? Похоже на систему из... Этого. Вообще кровь одна. Из Deus Ex Human Revolution, похоже. Там такая система была в конце. Питалась с помощью вот таких вот людей. Как его отключить? А, вот. Нет. Документы. Меры преднасторожности в плане... В палате того-то того-то. Правила эксплуатации. Правила эксплуатации палаты того-то. Чтобы избежать причинения пациентам вреда, блок жизнеобеспечения морфогенетического кондиционирования требует ежедневного осмотра всех жизненно важных систем. Систему жизнеобеспечения 1, обогащенный кислородом перфторуглерод. Из резервуара жидкости для поддержки жизни необходимо полностью сливать и замешать на протяжении терапевтического курса. Обратите внимание, что вещество содержит обезболивающий препарат, и перерыв его подачи может причинить пациенту сильную боль, что способно нарушить весь ход эксперимента. Система 2. Наркопитание продублированное обеспечивается генератором. Надлежащая заправка горючим и проверка состояния генератора должны проводиться ежечасно. 3. В случае аварийного отказа системы 1 и 2 включится аварийное бесприводное питание блока поддержания жизни, обеспечивающего его на минимальном уровне до прибытия технического персонала. Отключение блока бесприводного питания приведет к немедленной смерти пациента. Понятно, как нам надо это выключить. Тут двери, и нам нужно поочередно в каждую входить и каждую отключить. Вайф суппорт, флют, безерво. Хорошо, нам сюда. Вот это жидкость. Блин, прикольно все это выглядит. Крафон такой неплохой, приятный. Вот эти все научно-фантастические динам effet лэмました James ландшафт очень прикольно выглядят. да чё ж такое я успал устал читать современный пронимпрометей научитесь если не из моих наставлений то на собственном моем примере как опасно овладение знаниями и скольчек скромно счастливее того кто стремится превзойти собственную природу 5 выдержки из книжки мы решили так вот вы кал что он не не поворачивайте мы повернули таковик походу кто кто если это тот валидр то я зря дверь закрываем пофиг теперь надо вырубить электричество это нам туда да соблазно понадобится тут походу надо все быстро делать типа уже времени нет надо валить нет а сколько так какая у тебя хорошая дыхалка чувак Ты просто бежишь и бежишь. Ого! Это прыжок! Фух, допрыгнули. Ой, что случилось? Ладно. Побежали как-то так. Что случилось? Чё пристроил? Откуда он взялся? Я просто не понимаю. Типа туда не надо идти или чё? Начнём с очень хорошего прыжка. А, вот ты где? Ну, понятно. Дёгу, чё? Деконтаминейшн и проберись. Девять батарей. Впервые так много. Согласие на продолжение терапии. Обратите внимание на прилагающуюся форму согласия на продолжение терапии для Уильяма Хоупа. Это Билли, что ли? Пациента благотворительной психологической программы Мерка в госпитале Маунт Мэйсив, Колорадо, США. Форма является стандартной и все соответствующие строки должны быть заполнены. Очевидно, Билли не знал об остановке сердца, случившееся с его матерью. Он дал согласие на участие в эксперименте на условиях денежной компенсации его матери и благотворительного взноса в пользу её церкви. Верняки, ознакомившись с записями сновидений Билли, считает его терапевтический потенциал просто невероятный. Вот этот вот валидидер, это Билли. Всё? Так, теперь Run For Your Life, насколько я понимаю. Так, тебе надо бежать вовсю, просто в главную комнату. И там попробуйте опять врубить вон ту вот кнопку. Оу! Э! Вали! Оу-го-го! Он нами просто жонглирует. Чёрт. Вот это мы свалились. Капец. Капец, он нас свалил. Ушатал просто, как говорится. Так. Дёру-дёру, давай быстрей. Где система? Всё? Еееее. Умри, Билли. Ого! Ого! Ау! Чёрт, это больно. Чё, камера всё сдохла? А-а-а! Чёрт! Ой-ой-ой-ой, куда, 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 уйди, уйди. Чёрт, уйди. Чёрт, он в нас залез. А-а-а! Чёрт. Ну, Билли сдох. Ну, Билли сдох. Фу. Вся система сдохла, но... Чё-то у меня такое подозрение, что Вали Бидер нашёл предстанешь и в нашем теле. Водитель. А, чёрт. Капец. А-а-а, чёрт. Еле-еле прям, давай. А-а-а, походу Вали Бидер берёт своё. Захватывает тело потихоньку. Давай-давай. А-а, его шатает просто. Но мы сделали важное дело. Мы покончили с этим. Фух, теперь главное уйти. С чувством выполненного долга. Давай-давай. Это мужик. Ты должен идти. Теперь уже никаких монстров нет, надо уходить. А-а-а. Да, он в нас. Чёрт, у нас уже в глазах нуднеет. Ого. Тихо. Чёрт. Я же вам помог. Я же для вас важное дело сделал. Ты... Ты... ...это... ...это... меня нет слов просто мы это прошли конец это просто что-то с чем-то этот как он зовут я забыл вернике он просто сволочь мы для него такое дело сделали помогли ему просто взял вызвал спецназ от нас просто расстреляли после того что после всего через что мы прошли что мы для них сделать они не могли с этим всем справиться видели горы спецназовцы мы одни все это разрулили со всем этим справились и это их благодарность и не нас просто расстреляли просто в упор вот сволочи в голове не укладывается хотя в нем был валиды дороже чё делать-то но походу он когда нас убили высвободился и всех их поубивал и вот мы себе все осталось как было но это это клево это одна из самых страшных игр просто его даже страшнее чем амнезия насколько и ну я так думаю под конец не так страшно тоже уже привыкаешь но атмосфера сюжет сеттинг это все круто в начале это вообще капец как страшно было сейчас уже не так начались когда ты просто с непривычки это было круто очень и сейчас круто но не так страшно черт это это мы мы справились мы прошли через ад ради того чтобы нас расстрелял спецназ так сказать против воли скрипта не день никуда не денешься такая концовка что если что сделать примем ее такую это было круто пока ну что что я могу сказать следующее прохождение у нас будет амнезия чё амнезия наверно из хоррора и кондемент у нас там застопорился немного там нас роде 4 главы осталось немножко ну больше войны прошли а пока увидимся в следующих прохождениях частности в амнезии надеюсь вам понравилось для меня это было просто очень затягивающим интересным прохождением приключениям и закалкой моих нервов надеюсь для вас тоже увидимся в следующих прохождениях с вами был нейт всего хорошего пока а